Бхагавате Васудеевая, Омнамо Бхагавате Васудеевая, Омнамо Бхагавате Васудеевая, Шриман Бхагаватам, вторая песнь, космическое проявление, глава седьмая, регулярно приходящего воплощения Господа, текст двенадцатый. Матьё Юганда, Матьё Юганда, Самое Мануно Палабдах, Кшони Майоники Ладжива Никкая Китах, Исрам Ситан Урубая Салилы Мукаме, Адая Татра Виджахара Таведа Марган. Литературный перевод и комментарий о Божественной Милосте Абвайчар Наравинда Бхагдивиданте, с вами Шрила Прупада, Шрила Прупада Ки Джай. В конце этого цикла творения будущий Вайвасвата Ману по имени Сатья Врата увидит, как приняв образ рыбы, Господь даст прибежище всем живым существам, обитающим на низших планетах и планетах типа Земли, типа нас. Когда эпоха подходит к концу, меня охватывает страх перед бескрайними водами потопа, и веды выпадают у меня изо рта. Тогда Господь, наслаждающийся этими бескрайними водами, спасает их. Комментарий Шрила Прупада. За один день Брамы сменяется 14 ману, и когда истекает срок правления каждого ману, все планеты, вплоть до планет типа Земли, погружаются в бескрайние воды потопа, которые приводят в ужас даже Браму. В начале своего правления будущий Вайвасвата Ману станет свидетелем такого потопа. При этом произойдет также много других событий, в частности, будет убийц знаменитый Шанкасура. Данное предсказание основано на опыте Брамаджи, который знал, что при виде наводящего ужас потопа, веды выпадут из его рта. И Господь, приняв образ рыбы, спасет не только всех живых существ, полбабов, животных, людей и великих мудрецов, но и веды. Продолжение следует... Кришна, 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 Харе, 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 Рама, Харе, Рама, Рама, Харе, Харе, Господь, пришедший в образе рыбы и спасшие веды, это одна из десяти аватар, которые описывает Джейдев Гасвами в своем знаменитом Баджане Дашаватара Стутра, который содержится в песеннике, песне Ачаре Вайшнавов. И один из текстов этого же самого Баджана Дашаватара Стутра прославляет Господа Морисимха Дева, начиная со слов Тава, Кара, Камала, Вари, Накхама, Адбута Шрингам и так далее. И свидетелем произошедших этих событий, то есть когда Господь явился в образе рыбы, спас веды, веды, явился один из Манум, Вайвасвата Манум, он же Сатиаврата Муни, дорогие друзья, он же автор Дамадараштыки. Сатиаврата Муни является автором Дамадараштыки и той молитвы, которую мы возносим каждую осень, каждый месяц Картика, молясь о том, чтобы в нашем сердце присутствовал лишь Господь Балгопал и ничего другого нам не надо, никакого вида освобождения нам не надо, повторяем мы вслед за Сатиавратой Муни, который, говоря это, имеет в виду именно это, а мы повторяя вслед за ним, эта молитва, как их называют от Савапрабу, молитва на вырост, молитва на вырост, это означает, что те желания, те устремления, которые выражены в этой молитве, они могут еще не соответствовать нашему уровню сознания, но оно именно таким образом мистическим работает, что повторяя вслед за Сатиавратой Муни и другими авторами таких же возвышенных молитв, мы постепенно поднимаем свое сознание, возвышаем его. И, конечно же, вот эти аватары, которые описывает Джей Дев Госвами, будет он Рисим Хадев, Курма, Мать Сия и так далее, Ваманадев, это все непостижимо, это все соответствует одному из имен Господа, имя Господа Адокшаджа, Адокшаджа означает тот, кого нельзя постичь при помощи грубых материальных чувств. Ну, просто представьте себе, у Брамаджи изо рта выпали веды, как-то они выпали у него изо рта, а потом Господь, явившийся в образе рыбы, спас эти веды, если мы это расскажем какому-нибудь неподготовленному слушателю, то он решит, что нас нужно отправить в одно медицинское заведение. Я вспоминаю, как Гуру Махарадж рассказывал эту знаменитую историю о том, как где-то в районе 1976 года или 1977 года, когда активировалось это антикультистское движение в Америке, и вот эта вот тема, связанная с попытками похищать, похищать, значит, кришнаитов, да, то есть по просьбе их состоятельных родителей, похищать их и пытаться их депрограммировать. И была эта практика, но она потерпела фиаско. Одна из причин, почему она потерпела фиаско, заключается в том, что сама концепция программирования и депрограммирования, которую выдвинуло это сообщество, не было признана в научных кругах достаточно научной концепции. То есть, это концепция, что человеку можно запрограммировать, а потом его можно каким-то образом депрограммировать, она не соответствовала критериям, ну, короче говоря, с точки зрения научных критериев, эта теория, эта концепция не была признана состоятельной. И в ходе одного из судебных заседаний один из представителей этой группы принес вот эту известную картину, где был изображен Господь Тресимкадев, разрывающий, вспаривающий кишки хераника шипу. Он показал это изображение судье и сказал, ну, и чего, Ваша честь, разве Бог может быть таким? И судья сказал, конечно, не может. И это один из случаев, когда суд пытается судить о том, в чем он не разбирается, то есть в каких-то вопросах даже не религиоведческих, а чисто духовных. Чисто духовных. Господь может явиться в любой форме. Но так или иначе, тот суд был выигран. Понять Господа можно благодаря помощи представителя Господа. Это представители Шри Гуру Парампара. Только благодаря им мы можем понять его природу. И поэтому мы немножечко сейчас почитаем из вот этой вот книжечки, которая называется «Прошно-Тарагоштхи». Прошно-Тарагоштхи или собрание ответов на разные вопросы, которые были заданы Гуру Махараджу. Здесь все это поделено на главы. И одна из глав так и называется «Бхагаватасева». «Бхагаватасева» или «Как служить Господу?» «Непостижимому Господу». Почитаем немножечко из этой чудесной книги. Вопрос первый. Вы всегда неустанно заняты служением Кришне, а мы, послужив немного, устаем. Как же нам служить неустанно? Такой вопрос. Ответ. Как всегда поражает своей лаконичностью, прямотой и так далее. Ответ. Продолжайте стараться, и Господь даст вам силу. Все, такой ответ. Продолжайте стараться, и Господь даст вам силу. Читаем дальше. Вопрос второй. Правда ли то, что чем больше предного служения мы совершаем, тем с большими трудностями и испытаниями мы сталкиваемся? Ответ. Если это происходит, старайтесь медитировать на молитву царицы Кунти. Царица Кунти говорила, я хочу, чтобы эти беды приходили вновь и вновь, чтобы мы могли видеть тебя вновь и вновь, потому что видеть тебя означает не видеть повторяющихся рождений и смертей. Дальше он говорит. Преданный никогда не думает, что благодаря тому, что он пришел в преданное служение, все то, к чему он прикасается, тут же превращается в золото. Преданные знают, что в материальном мире будут беды, но он воспринимает эти препятствия, эти беды, как возможность усилить и сделать более интенсивным свое предание Господу. Что бы благоприятно не происходило в его жизни, преданный воспринимает это как милость Господа. А когда в его жизни происходит что-нибудь неблагоприятное, то он считает, что я заслужил гораздо больше неблагоприятного. Но Господь сократил мои страдания и облегчил мою участь. Иногда преданные говорят, зачем Кришна это со мной делает, что я сделал, ну то есть почему он со мной это делает. Я, это удивительно, вот он говорит, я вычитываю свои круги, так чё ж со мной такое происходит. Я вычитываю свою, логика такая, я вычитываю свои круги, почему такое происходит со мной. Но у нас есть кармическая история. У нас есть кармическая история. Но что наверняка можно сказать, так это то, что когда мы приходим в преданное служение, Кришна сокращает наши страдания, он не сводит, но он не сводит их к нулю. И преданный должен воспринимать любую сложную ситуацию, как возможность сделать более интенсивным своё предание Верховному Господу. Такой вопрос. Вот ещё один интересный вопрос. Вопрос за номером 4. Я его прочитаю, мы на этом закончим, или может быть пообсуждаем. Вопрос 4. Когда я собираю денежки для храма, и в мою зону, на мою территорию, заходит другой человек с тем же служением, то моя кровь закипает. Такой вопрос. Моя кровь закипает. Помните, да, помните там в золотом телёнке эту конвенцию между детьми лейтенанта Шмидта, что они там поделили территорию, и на чужую не заходи. Вот. И моя кровь закипает. Как же мне оставаться, как это сказать-то, эквипост, эквипост, как же это сказать, равным образом относиться к... В общем, короче, как нам, как сохранять самообладание. Вот так вот это можно перевести. Как мне сохранять самообладание. Потому что, когда это происходит, когда моя кровь закипает, то я начинаю совершать поступки и говорить такие слова, которые преданы. Никогда говорить нельзя. Никогда говорить нельзя. Такой вопрос. Ответ. Шрила Привупада, читая лекцию, Шрила Привупада, приводил в качестве примера, так, сейчас я разберусь, что тут написано. А, да. Вот. Шрила Привупада в ходе лекции разбирал один случай, произошедший в Керале, имеется в виду ДТП, ДТП, который произошел в Керале. Инцидент ДТП, произошедший в Керале. И он сказал Шрила Привупада, что если человек служит в полиции, если его работа заключается в том, чтобы действовать как регулировщик движения, то тогда все правильно. Шрила Привупада, приводя этот пример, сказал, что у каждого человека есть своя зона проповеди, своя территория проповеди. И если вы остаетесь в пределах своей территории проповеди и служите там, то тогда подобных столкновений будет меньше. Но если вы стараетесь залезть в какую-либо другую проповедническую зону без, как сказать, не пытаясь это предварительно обсудить, то тогда может возникнуть, тогда возникает возможность недоразумений. Недоразумений. А вы можете, для того, чтобы найти подходящее решение, вы можете обсуждать эту тему со своими авторитетами. Вместо того, чтобы позволять своей крови вскипать, постарайтесь найти решение этой ситуации. Вот такой вопрос. У нас есть этот чудесный документ, который мы разбираем в курсе ученика ВСКОН, который называется «Гармонизация линии руководства ВСКОН». Он был написан где-то в районе 2014 года. И там возникают, там описываются ситуации, которые возникают в случае, если вот эти две линии руководства, административное и духовное, пересекаются в своих интересах. И тогда, конечно же, у кого-нибудь может вскипеть кровь. Но тут, конечно, надо еще учитывать индийский климат и то, что там люди все-таки добавляют чили в еду в большом количестве, это, конечно, способствует тому, чтобы вскипала кровь. У нас-то мы тоже можем чувствовать недовольство друг другом, но в сравнении с индийскими страстями у нас все-таки она не особо-то вскипает, а так слегка побулькивает, слегка побулькивает. Но, тем не менее, все равно это неприятно бывает. И поэтому для разрешения этой ситуации можно рекомендовать что сделать? Можно рекомендовать обратиться к этому документу о гармонизации линии руководства ВСКОН, где разбираются три ситуации. Ситуация первая. Странствующий проповедник залез в какую-то проповедническую зону, при этом он ничего не обсуждает с местными административными лидерами и действует на свое усмотрение. Либо этот же странствующий проповедник или кто-то еще извне выстраивает свою независимую административную структуру и вовлекает в нее людей, которые уже принадлежат к существующей административной структуре где-то и при этом опять же не ведет диалога с этими местными административными авторитетами. Первая ситуация. Ситуация вторая. Местные административные авторитеты не оказывают должной заботы преданным, у которых есть соответствующий духовный авторитет. Это духовный авторитет обеспокоен тем, что эта духовная забота не оказывается и чувствует, что ему нужно в это вмешаться и как действовать в этой ситуации. И третья ситуация тоже веселая. она заключается в том, что преданные ученики ну или последователи желая сократить нагрузку в служении или занять какую-то более независимую позицию обществе преданных сталкивают лбами своих административных и духовных авторитетов. То есть они говорят допустим своему местному административному авторитету, когда тот просит подчинения говорят о том, что а мой гуру мне не говорил этого делать или что-нибудь еще в этом духе. Или наоборот жалуются гуру на то, что административные авторитеты слишком суровые, хотя на самом деле они требовательные, но в целом они вполне нормальные, адекватные люди. Вот такие бывают три ситуации и решения этих трех ситуаций разбираются в этом документе. Документ входит в учебник ученика в ИСКОН, также его можно найти в интернете и там разбираются, там даются советы. Даются советы, как это все решать. Но самое главное, и как гуру Махарадж тоже в этой прошу или в этой книжке, отвечая на этот вопрос, говорит, самое главное во всех трех ситуациях это быть открытым к диалогу, быть готовым к тому, чтобы обсудить. Вместо того, чтобы, как есть такая популярная англоязычная поговорка, my way or highway. My way or highway. My way, то есть мой путь или будет по-моему, или highway. Highway означает скоростная автомагистраль, то есть my way or highway означает или все будет по-моему, или скатертью дорога, или проваливает дорогой мой оппонент. Вот. Эта позиция, конечно же, не способствует сотрудничеству, которого так хочет и Шрила Пропада, и Гуру Махараджи, и кто угодно. Вот. Это одно из важнейших наставлений, входящих в том числе в завещание Гуру Махараджи, в его последние 10 наставлений. Нужно стараться сотрудничать, и не нужно биться, не нужно как это, fight, не нужно сражаться с исконом и между собой за выяснение амбиций, за выяснение истины. Подразумеваю, что носителем абсолютно истины являюсь я и только я. Нужно быть готовым к этому открытому диалогу, о котором пишет Гуру Махараджи вот в этой чудесной книжечке, которая называется Прашнотара Гожьи. То есть, вопросы и ответы можно так это перевести вольным образом на русский язык. Гран-Тарад, Шримад-Багава, Танки-Джай, Шрива-Парупады, Ки-Джай, Харея Кришна. Спасибо за внимание. Продолжение следует...